В День города в Нижнем Новгороде открылись после масштабной реконструкции ключевые общественные пространства. Кремль, Александровский сад с его легендарной ракушкой и парк Швейцария. Главная особенность всех трех пространств в том, что они немного изменили свое назначение. Например, Кремль из административного центра и места для чиновников превратился в прогулочную зону для людей и детей. Александровский сад в целом начал жить после 30 лет запустения. А Швейцария из лесного массива стала функциональным парком. По новому Нижнему прогулялся Александр Алешин. Если раньше Нижегородский Кремль ассоциировался с местом работы чиновников, то теперь это зона отдыха и развлечений. Здесь даже впервые в истории детская площадка появилась. Мне очень нравится площадка. Особенно вот эти домики. Они такие необычные. Вот в Подмосковье там таких нету. Там обычно все из пластмасса, из пластика. Очень круто, очень здорово. Мы все время сюда приходим гулять с детишками. И очень хорошее покрытие. Если ребенок упадет, он себе не разобьет там ни коленку, ни нос, ничего. Мне очень нравится, потому что здесь все сделано интересно. Ходить, например, по вот такой штуковине, качаться на качелях, лаять по бревнам. Это очень здорово. Здесь много аттракционов, на которых я еще ни разу не была. Мне это очень понравилось. Просто дети тоже сюда приходят, им надо повеселиться. Улица Дворянская, Черный Провод. Ну вот башня, а вот здание. Вот оно вот это вот. Вот мы вот здесь находимся. Это история наша. Конечно, это надо знать. Как здесь было, что здесь было. Все очень интересно. Молодцы, что так сделали. Очень красиво. Все понятно. Тебе нравится, Ром, экспозиция? Да. Можно все потрогать, да, пощупать. В Кремле, знаете, мне очень понравились вот эти звезды. Вот эти просто вот трогательные цветы. Прям вот очень красиво. Вот так благоустроено. Вот просто изумительно. Мы прошлись везде. Такой красоты просто, говорю, знаете, до слез просто. Радуемся за наш город. Тут это новая зона отдыха при погулках по Кремлю. Вот так можно посидеть, полюбоваться местом слияния двух рек на Стрелку. Мы сегодня только первый раз после реконструкции посещаем Кремль. Поэтому мне очень нравится. Я вообще приехала из Иркутска, Сибири. Я только год живу в Нижнем Новгороде и очень довольна. Александровский сад преобразился поразительно. Теперь это не заброшенная и запущенная зона, а современная зеленая зона отдыха. Мы здесь были. Было некрасиво. Стало очень замечательно. Необычный арт-объект, да, нравится. Все красиво, чисто, все для людей. Как-то интересно прийти и есть посмотреть на что. Цветы, деревья, ну как-то газон, все так красиво, ухожено. По крайней мере, это целостный такой объект, именно что он органично вписался вот сюда, куда можно приходить. Я надеюсь, что на этой сцене будут какие-то мероприятия проходить. Установили легендарную ракушку и теперь здесь будут, как когда-то, проходить концерты. Ведь здесь очень хорошая акустика. Концерты симфонической музыки бесплатно проводились. И в советское время, когда давно-давно, можно было не только погулять над костями, послушать музыку. То, что скамейки передвижны, и все красиво, свяжется с ваншафтом. Очень много гранитных дорожек и подходы очень удобные. И с любого места будет все видно. И можно будет не только симфонические оркестры устраивать, но и, соответственно, какие-то семинары, лекции. Теперь в парке Швейцарии можно не только подышать воздухом и погулять, но и заняться очень многими полезными для себя вещами. Например, недавно здесь открылся самый большой скейт-парк в нашем городе. Просто таких площадок больше нет в городе, где можно развиваться. Большие города, такие в Австралии, только есть. На самом деле, таких скейт-парков в России, может, штук пять. Да, вообще офигенное место. Здесь, можно сказать, скейт-парк Олимпийского резерва, потому что здесь все профессионально сделано. То есть здесь есть и бассейн для дисциплины парк в Олимпиаде по скейтбордингу, и для дисциплины стрит здесь есть скейт-парк. То есть здесь все сделано на высшем уровне. Для молодежи это очень хорошее место, красивое, новое, современное. Новых мест много, очень интересных, спортивных, развлекательных. Так что я думаю, что это будет наше любимое место. Молодцы, что открыли опять эту площадку. Для маленьких детей очень хорошо, и для больших хорошо. Понравилось покрытие. Во-вторых, огороженная территория. Площадка рассчитана на разный возраст детей. И вот у нас малыши есть, и побольше детки. Найдут применение здесь и спортсмены, и пожилые люди, и мамы с детьми. Думаю, что этот парк будет преобразовываться и дальше, развиваться. Там есть куда развиваться. Но уже сегодня, конечно, я думаю, что это один из лучших парков в стране будет. Это совершенно точно. Мы уже составляем план мероприятий на ближайшее время. Сентябрь будет очень насыщенным. Здесь будет проходить джазовый фестиваль, гастрофестиваль. Здесь будет серия научно-популярных мастер-классов и лекций вместе с обществом знания. 1 сентября, конечно, будет посвящено детям, школьникам, которые идут в школе. Для них будут предусмотрены различные мероприятия. В ближайшее время пройдет кубок по скандинавской ходьбе. Я знаю, что в Советском районе, в Преокском районе достаточно популярный. В октябре многие мероприятия будут посвящены каникулам. Можно будет привезти своего ребенка в детский центр. Это может быть как однодневные мероприятия, так и пятидневные. То есть с утра привезти, вечером забрать, и будут различные активности на всей территории парка. И образовательные, и спортивные, и просто игровые. Нам очень здесь нравится, и нравится этот фонтан. Вы знаете, я просто хотела сфотографироваться на фоне фонтана. Вдруг у меня так окатило этой водой, но это вообще эмоции такие какие-то детские, просто восторг дикий. Это такая среда для людей, которая делает людей счастливыми. Чем больше общественных, хороших, продуманных мест, тем люди в нашем городе станут счастливыми. Это самый главный критерий. Это то, для чего мы все стараемся, работаем и вкладываем в свое творчество и любовь. Спасибо большое городу и всем, кто старался над этим.